Всем привет! Это история от Анонима. Сейчас зачитаю письмо, дам где-то свои комментарии. Ну, вы тоже все можете сделать в комментариях под видео. Если любите такой формат на канале, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и шерьте видео в соцсетях. Ну, а мы приступаем. В конце августа я познакомилась с парнем в приложении знакомств. Мы переписывались около пяти минут, и он уже пригласил меня на свидание. Я сразу предупредила, что one night stand не интересен мне. На это он ответил, что и не предлагал вообще-то такого. Я как раз искала, чем заняться в тот день, поэтому согласилась на встречу недалеко от моего района. Мы погуляли в парке, он купил мне мороженое. Имя выдуманное для контекста. Девушка сказала, что его якобы зовут Али. Он переехал в Россию около пяти месяцев назад для учебы в университете. Подрабатывает он переводчиком в городе, кроме старшего брата у него и друзей никого, короче говоря, нет. Изначально в переписке он спрашивал, сколько у меня было парней, сколько мальчиков я целовала. Ответ был один-ноль. Если что, мне восемнадцать лет, а ему двадцать. На прогулке мы поговорили, поцеловались, и я почувствовала его напористость. Но при этом, как он сказал, что мы делаем только то, что я хочу, так и демонстрировал это все время. Провели вместе мы около полутора часов, затем я почувствовала, что хватит на меня впечатлений на сегодня и сказала, что мне пора домой. Али ответил, что хотел бы еще провести время, но сделаем так, как я хочу. Еще в конце этой встречи Али говорил о том, что нам нужно пойти на второе свидание. Он проводил меня до остановки и затем в перспективе он попросил мой номер телефона и активно продвигал идею следующей встречи нашей. Например, совместные фотки с братом у него нет, но когда он меня увидит, вероятно, сможет что-нибудь найти. А фразу на турецком, которую я попросила его прочитать, он скажет мне лично и так далее и тому подобное. Иногда я выполняла его просьбы отправлять кружочки в телеграмме, но иногда не могла. Прошу прощения, но по утрам я выгляжу как Шрек. Короче, какой-то контроль там у него, я смотрю, просматривается. Через пару дней он предложил встретиться день в день. Тогда у меня уже были свои планы. И я написала, что сегодня у меня уже я занята не получится, отвечу чуть позже. Вечером того же дня я спросила, не будет ли ему удобно в такой-то там день. Он ответил, что пока не знает. Потом он писал, мы немножко переписывались и затем в тот назначенный день я опять спросила, не хотела бы он еще раз увидеться. И этот парень написал, что сегодня занят тем-то, тем-то. И если у меня будет время, я скажу тебе хорошо. Я ответила, что ну окей, хорошо. Но тут меня стала очень беспокоить его отстраненность. Как будто он уже не хочет второго свидания. И тогда, желая разобраться в ситуации, я написала еще раз ему. Я не люблю писать первый, но ты мне нравишься, и это проблема. Ты все еще хочешь продолжить наше общение? Может быть я сделала что-то не так? О, блин, Кассика, я сделала что-то не так? Нафига чувство вины вы на себя сами одеваете? Вам его даже никто не предложил. О май гад. На что получила объяснение в десятках сообщений о том, что он сейчас очень занят, ему нужно разобраться во многом в своей жизни, ситуацию, он не знает, как долго это займет. А когда начнется учеба в университете, станет еще сложнее. Я спросила, не другими ли девочками он занят? На что он сказал, что нет? Ну, блин, сейчас такой, ага, вам в открытую прямо и написал. Блин, вы на что рассчитывали, на какой ответ? Да, у меня другие бабы есть. Затем Али написала следующее. Смотри, это нечестно говорит, что тебе следует ждать, поэтому я говорю тебе жить своей жизнью. И я напишу, когда со всем разберусь. Если ты захочешь, мы сможем сходить на второе свидание. Конец цитаты. Если что, общались мы на английском, потому что русский он почти еще не знает. Все сообщения я его переводила. В целом он действительно может быть сильно занят. Он эмигрант, который не знает местного языка. Неславянам бывает сложно найти работу и при этом еще квартиру. И опять же, непросто совмещать учебу и учебу на незнакомом языке с работой, качалкой и всем таким. В последнее время он был занят получением иранского паспорта. Последняя переписка, которую я как раз описала, произошла более двух недель назад. На протяжении переписки до этого он действительно говорил о том, что устал. Это было видно по кружочкам. Однако у меня есть ощущение, что возможно мне просто путрят мозги. Таким образом он мог меня отшить, о чем мне говорят подружки. То есть вы с ними посоветовались. При желании должно найтись время элементарно спросить, как у меня дела. Он у меня за это время лайкнул одну сториз и селфи с подружкой. Я больше ничего не лайкал, хотя смотрел. В числе того, что я выкладывала было видео с моим другом, исключительно другом, хочу разобраться, возможно ли исправить положение. Больше писать ему точно не могу. Уже делала это два последних раза. Возможно его целью было затащить меня в постель. Али мог понять, что это не быстро и просто слился. Однако я скучаю и после этого я сходила на свидание с русским парнем и поняла, что это совсем не то. И у нас ничего не получилось. Мне не получилось переключиться. Продолжая о нем думать, меня зацепила напористость и темпераментность восточного мужчины. Если бы вы могли поделиться взглядом на эту историю, я была бы просто счастлива. Увы, у меня и моих друзей совсем нет опыта в коммуникации с турками. Поэтому мне совсем не к кому обратиться. Не знаете ли вы, как можно поправить положение? Ой, блин, я сразу скажу, никак. Что такое поправить положение? Прилепиться к нему насильно? Ну, давайте я скажу по-честному неприятные моменты. Ну, лучше, наверное, горькая правда, чем сладкая есть. Хватит на себя одевать чувство вины. Я сделала что-то не так. Я ему не понравилась. Я понимаю, почему делать. Мы все это делаем в 18, ну, там, 22-23 года. Некоторые остаются на всю жизнь в своем положении виноватой. Нет. Чуваку не зашло. Скорее всего, да, он хотел переспать. Поэтому он был напористым. Звал вас на второе свидание. Вот это вот все. То есть не отношения, и вы ему нужны были. А конкретные действия, которых он не получил и понял. Чего напрягаться? Вы так долго сговаривали, не сговорчивая. Вам надо напрягаться. Когда вокруг на иностранца будем честны, подки и женщины вокруг. Ему вообще вот так можно не делать. Баба уже здесь, как здесь. Дело не в том, что я ему понравилась, не понравилась. Ему не вы нужны, не вы, не ваша личность, не ваша красота, не ваша персоналити. Конкретные действия нужны были. Вы их не дали. Поэтому он просто красиво по-восточному пытается слиться. Тип поддерживает отношения, общение вяленькое, Витя сходит на нет. И думает сам, ой, скорее бы она от меня отстала. Потому что я хочу быть белым пальтом, без чувства вины. Он ждет, когда вы сами все поймете и перестанете к нему прилипать. А вы мне спрашиваете, ну скажите, как мне к нему прилипнуть, чтобы его повернуть обратно? И все было у нас, заиграло новыми красками отношений. Я скажу честно, переспите с ним. Пожалуйста, он к вам повернется с удовольствием. Будут ли отношения после этого? Скорее всего, нет. Но могут и быть. Потому что в 20 лет примерно у них очень частенько, у парней отношения начинаются через вот это дело. Потом только отношения, какие-то чувства и всякое, если оно есть. Поэтому, если вы хотите исправить ситуацию, положение и снова получилось его общение, вам остается только один повод. Дать ему то, что он хочет. У меня к вам вопрос, а вам это надо? Вы же не этого хотите. Правильно? Этот человек вам не подходит. Я знаю, почему написали письмо. Поговорить не с кем. Обратиться некому. И 18 лет это реальная трагедия. Это масштабы другие. Сейчас тети, которые постарше, если это слушают, прошедшие разводы, абьюзы, отношения, обманы и всякое такое. Такие, что мы на это время сейчас тратим? Окей, вспомните себя, 18 лет. Вам у кого? У родителей вы пойдете это спрашивать? Нет. У подружек, у которых нет опыта, тоже такие себе советики. Поэтому те, кто тетя постарше, видя эту ситуацию, напишите в комментариях, поддержите девочку, что вы думаете, расскажите про свой какой-то опыт. Поддержите ее. Дайте ей взгляд со стороны вашего опыта, как бы ситуация могла развернуться, что делать и как поступать. Я вам скажу, это не тот чувак, у вас не было мэтча никакого. Это раз. Второе, ему нужно только одно, а вы это давать не хотите. Соответственно, это не нормальное начало каких-то отношений. Дальше. Да, вам понравился симпатичный, скажем так, восточный, с характером, тра-та-та-та. Видите его характер? Игнорирует, сбегает, не любит чувства вины, не берет ответственность, даже точку нормально поставить не может, врет, обманывает в плане общения там. Но он поставил на самом деле точку. Вы ее просто не хотите воспринимать. Он сказал, что? Не жди меня. Он просто прямую не говорит злыми и жесткими. Вы любите напрямую по вашему менталитету, когда правду матку в лицо. Вот он скажет, да, в разговорах есть такая фразочка. Правду матку в лицо, я должна знать. Но не может так. Он вам обтекаемо по-восточному сказал. Не жди меня, я занят, у меня куча проблем. Держись подальше от меня. Не надо за мной прилипать ко мне. Нет, расстояние дай, пожалуйста. Вот я ручки вытяну, окей, отстань. Вы ждете грубости, чтобы вам сказать, слушай, я не хочу быть с тобой. Ты меня не зацепила. Ты со мной не переспала, я не буду там с тобой общаться. Мне нужен был секс. Вы так хотите, чтобы... Кто вам так скажет? Мужчина вас точно так не скажет напрямую никогда. Только, ну скажу честно, грубый, неотесанный мужлан, может так сказать, напрямую. Которых вот вокруг много, как вы видите. И они вам не нравятся. Вам нравится, чтобы вам воду бушили или красиво с вами общались. Но ваш менталитет на прямолинейности не принимает такую информацию витиеватую, восточную, культурную. Вам пытаются слить по-культурному. Поэтому вы можете общаться. Друзьями вы не будете. Вы можете с ним спать, если хотите. Если не хотите, то не делайте этого. Выбор очень простой. Отношений, скорее всего, не будет. Если бы у него было ёкнуло к вам сердечко, он бы был с вами. И, короче, всё было бы уже по-другому. Не так, как сейчас. Что вы за ним убиваетесь. Убиваетесь. Ему в пятки готовы вешаться на шею ему. И спрашивать, а как мне измениться? Как повернуть? Да никак. Никак. И это делать не надо. Вот и всё. Найти нормального, адекватного парня вам надо. Вот и всё. У вас проблемка есть. Невротическое что-то мне тут насматривается. Первое. Это то, что вы с удовольствием на себя накидываете чувство вины. Я виновата. Я плохая. Я сейчас побегу исправляться. Такой невротизм нездоровый. И второе. Вас не хотят, отвергают. А вы на рожон лезете. Про любовь в боль. Вот это отвержение, что вас не принимают. Холодность, отстранённость. Для вас это любовь. У меня такие чувства. Вот это очень напоминает проявление невротическое. Когда тебя отталкивают, ты ещё больше любишь. Здесь уже вопросик. Работать психологом, вашим учётом прошлого, травмом, взаимодействием с папой, скорее всего. Вот что-то такое тут у нас начинает. Поэтому вас так закоротило на этом парне. Поэтому он вам настолько нужен. Всё, что я могла сказать по этой истории в инфобоксе под видео. Ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Подписывайтесь. И моя почта, кому нужна индивидуальная психологическая консультация. Пишите туда, я вышлю условия консультации. Или также можете прислать вашу историю для ответа в видеоформате, но публично на канале. Скоро увидимся. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok